Ребята, всем привет с Кустаная! Сейчас я вам покажу, как тут проходит карантин. Сегодня 11 апреля, мне пришло сообщение, что пришла моя посылка из Китая. Я заказал чай, у нас еще снег не растаял, людей гуляет много на улице, трафик тоже большой, автобусы ходят. Вот это самый центр, а вот почта. Я иду получать посылочку. Чай из Китая, потом его продегустирую. Так по сути все работает, и банки тоже работают, Казпочта работает. Вот люди выходят. Вот он наш супермаркет посылок. Сейчас я вам покажу, как надо получать. Ребята, хочу вам порекомендовать канал Акжола. Называется Акжол Кубаев. Канал молодой, но перспективный. Будет много интересных интервью про бизнес. Он покажет и расскажет про цеха, заводы, свою работу. Будет делать вызов, как заработать определенную сумму за один день. Также про спорт, путешествия. Будут разыгрываться различные призы и подарки. И детский развивающий контент. На канале еще будут выходить видео, полет на троне с красивыми видами. Ссылку я оставлю под видео и в закрепленном комментарии. Переходите, оценивайте и подписывайтесь. Смотрите, такие у нас автоматы стоят. Надо набрать номер телефона. Все, вот она посылочка, чаек. Сейчас паспорт дам. Вот мне почта вообще нравится. То, что сделали гипермаркет посылок. Так все быстро. Получил чаек. Но распить сегодня это святое дело. Всем привет чайным пьяницам. Наверное, не все знают. Я просто увлекаюсь чаем и люблю китайские чаи. Я сделаю дома распаковку и его заварю. Покажу, как нужно заваривать. Сейчас погуляю по центру, по парку и в разных местах. Самому интересно погулять по городу. Давно не был, не гулял. Также работают магазины, супермаркеты. И рестораны, кафе работают только на вынос. Можно заказать какое-то блюдо и с собой забрать. Уже поесть потом дома. Вот смотрите, сколько у нас тут снега много. Но скоро уже растает. Это вот самый-самый центр, я дошел. Я вообще как стараюсь? Видео сниму, потом сразу монтирую и загружаю. Стараюсь как можно быстрее загрузить. Если, к примеру, я это видео снял 11-го числа, то видео выйдет где-то не раньше 13-го, может 14-го. Потому что видео очень много весит и грузится всегда долго. Сейчас просто еще рано, поэтому людей не так много. А после обеда уже больше будет. А к вечеру так еще больше. Вот эту надпись я не видел в Костанай. Когда я был, ее не было. Сейчас идут через наш парк. Тут тоже много снега. Город Костанай, он такой северный. Считается как бы холодный город. Климат резко-континентальный. Целые сугробы. Я сейчас хожу во французский центр. Еще по разным местам. Целый день сегодня буду ходить, все показывать. Меня еще грек просил, он жил в Костанай. Кстати, привет. Я сейчас езжу, покажу твой адрес, который ты мне писал. Вот и все это засниму. А вот тут еще в парке находится университет. Несколько парков в городе. Вообще пару дней назад был очень сильный такой ветер, снегопад. Очень много повалил деревьев. Вот еще не убрали. Вот так вот очень много было. Ну, какие последствия. Это еще много где поубирали. А так на улице не холодно. Все, вот я подошел к французскому центру. Сейчас посмотрим, что там работает. Вот девушка, все без маски вышло. Вот объявление с 1 апреля. Французский центр временно закрыт. А супермаркет Амаша работает в прежнем режиме. Многие коллекционируют такие маленькие бутылочки. Тут и гавана, смотрю, есть. Кубинская. Кубинский ром. Я заметил, кто ходит в масках и в очках. Они маску опускают, чтобы нос был открыт. Так как очки потеют. Как кто ходит без очков, он и нос закрывает. Я хотел одеть солнцезащитные очки, но они сразу потеют. Невозможно ходить. Тяжело у кого плохое зрение. И сейчас в очках ходить и с маской. Сейчас я иду в торговый центр Март. Посмотрим, сколько стоит имбирь. Я знаю, что он очень сильно подорожал. Асхана. По-казахски это столовая. Я сейчас сперва схожу в район Рахата. Там тоже два есть супермаркета. Там посмотрю, что есть. Пройду через двор. Тут тоже есть у нас такие граффити. Вот такие вот кустанайские дворы. Сейчас такая изоляция. Многие не работают. И в основном гуляют. Больше проводят время с детьми. Сейчас повысится спрос на алкоголь, угли, дрова. И мангалы люди скупают. Интересно, да? Вот супермаркет просят заходить в масках. Но некоторые, я смотрю, заходят и без масок. То есть не строго. Сейчас посмотрим Раха. Тут уже будет поинтереснее. И имбирь будет. И много что. Сейчас посмотрим. Он тут тоже получается объявление, что в целях безопасности просят ходить в медицинских масках. Но не обязательно. Не строго. Смотрите, ребят, кто будет в кустанай и соскучится по тайскому пиву. Тут есть чанг. Маленькая бутылка, 665 тенге. Их жесть 0,5. А еще есть китайское пиво в Хайнане. Такое есть. Кто соскучился, тоже может тут его взять. Видите, интересно как. А остальное я не знаю. Все, сейчас иду я в март. В общем, такой есть стартап, бизнес-план. Кто сейчас находится где-то за границей, и там дешевый имбирь, набирайте его побольше. Если в карантин попадете, все равно он сохранится. Если в карантин не попадете, будете его продавать. Цены тут под 18 тысяч за килограмм. Я переведу на разные валюты, рубли, доллары. И посмотрите, сколько у вас он будет стоить. Смотрите, мусорки какие-какие. Для обычных пакетов там ограждено и эко-уголок. Тут уже сортируют целлофаны, банки пластиковые и бумага, стекло. Ребята, на канале еще будут, конечно, выходить путешествия. Как все вот это пройдет, карантин. Я потом уеду, и ой, как не скоро приеду. У меня очень большие планы на этот год. Также и Кубу юбилей хочу спраздновать. Дай бог, чтобы все прошло, все, что было хорошо. Границы были открыты, люди не болели. Также и Турцию посещу. В этом году я посетил Египет и Дубай. Кто не смотрел, у меня на канале, можете посмотреть. Сейчас про имбирь, песню Буирака вспомнил. Ох, этот корень. Корень имбиря. Все, подхожу к центру, к марту. А вот так вот люди в банк ходят. На улице очередь занимают. И пускают по несколько человек. Вот сумм полностью закрыли, там ленты висят. Зайти в сумм нельзя, в март можно. О, дюнеры продают. Халяль. Халяльные дюнеры. Нужно будет турецкие дюнеры изготовить дома. У меня есть рецепт, не один турок рассказал, как сделать турецкие дюнеры, такие же вкусные. Может, приготовлю, покажу. То, что ввели масочный режим, я поддерживаю. Человек может болеть и не знать, что он болеет, и заразить других людей. Хотя я вот так в Дубае одевал, а многие смеялись. Зачем маска на улице? А врач сказал, что маска обязательно и на улице. А тут уже написали, что в март зайти, нужно строго маску одевать. На русском и казахском языке написано. Все, в принципе, все остальное закрыто, кроме супермаркета. Сейчас я вниз спущусь, посмотрим, что там. Охрана стоит, и ленты, чтобы люди не ходили. Вот он, март. Тут, конечно, очень большой супермаркет. Тут же много что есть. Тут вот имбирь продают, его рассосовали. Цена 800 тенге, 1200, 900 тенге. Фасованный. Смотрите, какой выбор пельменей много. Каких только форм нет. Это наподобие, что-то на турецкий похоже, пельмени. Только там не пельмени, а манты называются. И они еще меньше. Еще аптеки работают. Сейчас я пойду в другие парки, схожу на набережную. Может, там люди еще отдыхают? Посмотрим, что там делают. И есть ли вообще люди? Красивые таксисты должны работать строго в масках и в перчатках. Вообще полиция патрулирует. Не знаю, наверное, маски проверяет. Вообще штрафуют. Но почему-то многие без масок ходят. Ребята, напишите в комментарии, кто с каких городов, стран. Как у вас проходит карантин, изоляция. Вот памятник новый поставили. Я его тоже не видел. Мыслителю вроде. Сейчас дошел до набережной. Тут река Тобол. Смотрю, вода растаяла. Нету льда. Статуя тут Чарли Чаплина. Все, вот он и Тобол. Летом тут красиво. Фонтан в воде. Вот сколько много замков. Молодожены повешали. Миша и Таня. Павел и Юлия. Есть два моста. Один маленький. Он уже не функционирует. Пройти по нему можно, а ехать нельзя. И большой мост. По нему все ездят. Вот, ребят, я показываю честно, как проходит карантин. Вот так тут можно спуститься поближе к реке. Именно здесь купаться нигде нельзя. Купаются где под большим мостом. И еще дальше есть пляж. Там уже оборудованы специальные пляжи, где люди купаются. А здесь даже штраф будет. О, сейчас пойду к маленькому мостику. Раньше в детстве прыгал там. Там в воде разные железки есть. Ну, то есть опасно прыгать. Я уже забыл. Там какая-то была плита определенная. Только с нее можно было прыгать. Мы отсчитывали и прыгали. Тут надпись большими буквами. КОСТА НАЙ. И три коттеджа стоят одинаковых. Вот тут надпись. Купание в водоеме запрещено. Штраф 20 тысяч тенге. Это считается не оборудованное место. Хотя я помню, мы тут раньше купались, когда маленькие были. Прям под мост заходили. Но сейчас как-то все по-другому стало. Вот тут маленький мост. А вот через большой мост можно в Рудный уехать. Я, кстати, еще в Рудный съезжу. Также видео буду выпускать, пока нельзя никуда улететь. Съезжу в Рудный. Там покажу, как все проходит жизнь. Между городами тут тоже можно ездить. Ну, смотря какие еще. Есть закрытые города, такие как Шимкент, Астана, Алмата. Эти города уже закрытые. Еще тут есть Родник. Как жарко уже стало. Солнце сильно печет. Тут Павлин. Тоже очень много красивых разных фигурок. Там дальше еще фигурки. А вот тут бежит Родниковая вода. Мы раньше ее набирали, всегда пили. Потом сказали, ее пить нельзя. Вообще, вот чай, если заваривать, чтобы был вкусней, обязательно нужно брать Родниковую воду. Вода более мягкая, и чай получается вкусней. Ну, конечно, все уже изменилось. Все меняется быстро. И раньше все по-другому было. И вот он, большой мост. Люди тут спортом занимаются. Сейчас я пойду, наверное, в КСК. Там мы снимаем. Там тоже есть парк. Ох, я сегодня заварю душистый Пуэрчик. В кружку Пуэра, под кипяток. А вот голос. Когда это только поставили, тут очень много людей фотографировалось. Тоже можно красивые сделать фотографии, а вечером тут вообще все светится будет. Ребят, я еду на двухэтажном автобусе. Вот тут строго. Вход в масках. За границей такие автобусы идут, как туристические, а тут просто и можно прокатиться. Увидел, идет, подбежал специально, чтобы вам показать. Такие автобусы. Классно. Я даже не знаю, сколько проехать стоит. Вперед перешел. На место водителя. Тут тоже есть лестница. Сейчас тут уже выйду. А вот кто без масок, сказали, водители будут страховать, чтобы не пускали. Кто будет заходить без маски. Экскурсия по городу. Тинге 100, наверное, проезд будет стоить. Я не знаю. Вот такой вот автобус. Проезд стоит 80 тинге. Это я двухэтажный. Только дорогу перешел, и напротив еще один такой же автобус. Двухэтажный. Много их по городу, значит, ходит. Вот он. Ждет людей. Написано, еще Wi-Fi есть. Ну, я, конечно, сомневаюсь, ну, я не знаю, есть ли он там или нет. Теперь иду обратно в парк, где дворец бракосочетания. В столице Казахстана проезд, конечно, на автобусе раза в два будет дороже. Тут надо оплачивать, когда выходишь с автобуса. А вот в России, интересно, я был в разных городах. Где-то нужно сразу давать деньги, когда заходишь, а где-то только на выходе. И бывало, я так зайду, и мне говорят, парень, заплатите за проезд. А в другом городе захожу, даю за проезд, он говорит, только в конце надо давать. Вот так вот. Везде по-разному. Это улица Текстильщиков, дом 8. Сейчас я дойду до 23-го дома, как у меня грек попросил. Снять. Сейчас он в Греции живет. Вот он, дворец бракосочетания. Я иду вверх. И вот тоже надпись Костанай. Тут летом тоже красиво. Тут вода бежит, все в цветах. Такие мостики. Тут тоже людей немало гуляет. Вообще, если бы я не знал и не сказали, что карантин, я бы так, наверное, и не понял. Ну, хотя по маскам посмотрел бы. Стало бы интересно, почему люди ходят в масках. А так днем-то я в кафе, рестораны никогда не ходил. Только вечером. Ну, там по каким-то особым случаям, по праздникам. А так как будто все обычно. Ну, такая небольшая тут скейт-площадка, спорт-площадка. И тоже для скейта. Рампа такая. Интересно, где 23-й дом? Тут уже заканчивается улица, а я вижу 18-й дом. А, 23-й, это с другой стороны. Сейчас туда перейду. Тут есть спортивный корт. Вообще, город сильно преобразился в лучшую сторону. Много что построили, сделали. В городе красивее, конечно, в составах. Еще одно место, знаю, в городе, интересное есть. Там можно купить суп Тум-Ям тайский, потом суп вьетнамский Фобо. А отели и хостелы все работают. Парикмахерские тоже работают. Вот он дом текстильщиков, дом 23. Все, Грек, вот эта улица, вот этот дом, вот эта улица, где ты раньше жил. Тут подъезды, и написано квартира от 16 до 30. Сейчас я дойду, где квартира 146 и покажу двор. А вот и двор. До квартиры я еще не дошел. Сейчас зайду дальше, надо вот пройти. Наверное, с краю. Так как тут начало дома. Ну тоже, конечно, когда ты жил, тут все сильно по-любому изменилось. Здесь тоже есть корт. Раньше его наверняка не было. Пойду дальше, до квартиры дойду. Подъезд, конечно, меня не пустят. Вот еще продолжение двора. Вот он дом. Ремонты делают. А вот он подъезд. Вот квартира. От 135 до 149 квартиры. Десятый подъезд. Ностальгия, классная вещь. Как с подъезда выходишь, с левой стороны тут магазин. Дина называется. И рядом парк, кстати, где я гулял. Ну все, я пойду дальше. Тут по улице текстильщиков. Раньше баня была, я туда ходил. Сейчас мы там что-то другое. Так, идем дальше. Тут такие сделали стеллажи, чтобы грязь проходить. Вот мясо по-казахски будет ед. Вообще многие слова похожи с турецким языком. Сува, да. Также по-турецки будет Сува, да. Собаки. Что, мне нравится маски? Да. А вам все верите, вирус есть в городе? Не знаю. Сказали маску, а я деба. Ладно. Авчарка, да? Вот в супермаркете солнечном. Очень большой выбор продуктов. Тут всегда много людей. Все время очереди на кассах. Сейчас пойду через пешеходный переход под землей. Ни разу тут не ходил. Если он работает еще, конечно. Темно тут. Вот такой вот тут переход. Освещения нет. Ночью тут, наверное, вообще темнота. А нет, вот одна мамочка горит. Есть. Тут два выхода. Сразу на остановку выходишь и на улицу. Все, я иду обратно. Я спустился, чтобы снять и самим пройтись. Сейчас я пойду в Парк Победы, а потом планирую на Карвышева. Все, вот я и дошел до Парка Победы. Сейчас посмотрим, что тут. Тоже смотрю, люди гуляют. И дети. Все тут. И немало людей, кстати. Многие просто сейчас работу потеряли в это время. Также в Казахстане режим ЧП. Кто потерял работу, либо кто безработный, то можно подать на 42 500 тенге. Ну, как поддержка от государства. Сейчас я иду к вечному огню. Тут на 9 мая делают возложение цветов. Вот я дошел. Тут вечный огонь. Ну, его включают на 9 мая. Вообще, вот эти маски нужно менять каждые 2 часа. И в Кустанай была 151-я стрелковая дивизия. И в честь этого был в Кустанай велопробег. Я в нем участвовал, ездил. А так, видео про Кустанай у меня очень много. Я раньше снимал, основно, только все в Кустанай. А потом уже поехал путешествовать автостопом. И после этого я без остановки стал путешествовать. Путешествовать в городе я был очень редко. И ролики уже не снимал. Но в Кустанай меня меньше всего людей знает, нежели в других городах. В Турции, в Китае, в Дубае, в Египте. Везде узнают. Каждый день. А в Кустанай нет. Тут уже танки пошли. Я смотрю, их перекрасили. Не было такой раньше расцветки. Тут, кстати, тоже снимал как-то 9 мая. Первый раз в жизни попробовал полевую кашу. Пушки. А вот и монумент 151-й стрелковой дивизии. А тут памятник медсестрам. Написано, спасибо медсестрам за победу с собакой. Сейчас показывает 19 градусов. Жарко прям. Сейчас я решил показать свой колледж, где я учился. А потом скажу, покажу школу. Все, вот я и дошел до колледжа. Это автодорожный колледж. Сейчас дорогу перейду. А напротив стадион. Там еще физкультура у нас проходила. Вот, тут я учился. Это автодорожный колледж. Учился я на автоэлектрика. У нас было соревнование. В первом курсе, кто поднимет жим лежа, 50 килограмм на количество раз. Я поставил рекорд. Поднял 54 раза. И потом, пока учился, второй, третий курс. Мой рекорд не побили. Сейчас я, конечно, не знаю, побили или нет. А вообще, школьное время и студенческие годы я занимался спортом. И дошел до мастера спорта по жиму лежа. Вот, смотрите, ребят. Сегодня у меня смс пришла 11 апреля. Тоже это единый совокупный платеж, как заплатить, чтобы подать на стипендию в режим ЧП. Сейчас, в общем, я иду в школу, покажу, где я раньше учился. Вот стадион. В Казахстане пишут на казахском, на русском языке. Такие места, как стадион, еще пишут на английском языке. Вот, тикет, тикет офис английский, тикет билет. Многие говорят, говори в видео, какого числа ты снимаешь. Просто я стараюсь видео выкладывать сразу, как можно быстрее. Вот, когда была сходка всех блогеров в Астане, туда приезжало очень много видеоблогеров, именно путешественников, тревел-блогеры. Вот, из всех я выложил самый первый, там, где-то через 2 или 3 дня. А кто новенький зайдет, там под видео, под роликом, будет написано, какого числа опубликовано. Плюс-минус пару дней. В принципе, ничего такого критичного нет. Все, вот я дошел до школы. Это средняя школа номер 2. Тут я учился с 5 по 9 класс. А в другой школе учился по 4 класс. Называлась школа САД номер 3. Она уже закрыта. Потом сделали только садик, а потом уже и садика не стало. Там что-то другое. Вот, я уже подошел к школе. Она, правда, закрыта на замок. Зайти на территорию не могу. Сейчас, сейчас обойду с другой стороны. Там вид должен быть лучше. Конечно, такая школа не была, это ее потом уже обделали. И заборов таких не было. Смотри, тут калитка открыта. Тут у нас проходила физкультура. Корт тоже поставили, раньше его не было. Вообще, я учился очень плохо. Не любил учиться, вот путешествия и говорить, почему я английский не знаю. В школе я изучал французский язык, а в колледже, вот в автодорожном, я изучал немецкий язык. И эти языки я не хотел изучать. Тогда-то я все и думал, и размышлял по-другому. Я знаю такие рабочие слова на английском языке. Как снять там квартиру, еще что-то, сколько дней. Вот это все, такое вот договориться, пилет купить. Это я уже сам непосредственно выучил в путешествии. Вот это ностальгия. Вспоминаю себе, как я гулял, как я тут учился. Когда я учился, в это время появилась там первая Денди, первая Сега, Сони, потом компьютерные клубы. И как-то в школу идешь, до школы не доходишь, раз поворачиваешь. А домой родителям звонит классный руководитель. Где ваш сын? На учебу ушел. А я не доходил там с друзьями, мы в компьютерный клуб уходили. Вот так вот. Дошел сейчас до нового парка, я тут еще не был. Тут тоже идет мост, и уже из Кустаная выезжаешь. Там идут рестораны. Тут парк такой чисто прогулочный. Погулять хорошо. Видите, как много людей. И много кто без масок. Ну все, ребята, пойду я домой, увидимся в следующей серии. Всем добра, всем пока. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео лайком, дизлайком. И пишите, чтобы еще хотели увидеть, что вам показать.